Первыми, кто разыграет мяч в рамках чемпионата на стадионе Фишт, будет испанская сборная и команда из Португалии. На эту игру все билеты уже распроданы. По словам Вениамина Кондратьева, большое внимание уделили вопросам безопасности. По периметру поля размещено больше тысячи камер видеонаблюдения, а во время матча на стадионе будет находиться около тысячи стюардов и 600 охранников. Мы сегодня встречаемся буквально в преддверии огромного спортивного события мирового уровня. Это чемпионат мира по футболу. Самый первый матч это будет между сборной Испанией и Португалией. Могу сказать, что сегодня уже все билеты распроданы. Потому что на самом деле команда Испании это команда высочайшего мирового уровня, безусловно виртуозная игра. И я уверен, что будет очень сильное зрелище. И конечно в преддверии этого спортивного мирового события хочу вас заверить в том, что футбольный Сочи, можно сказать, готов максимально к приему гостей. Я еще раз хочу подчеркнуть, что и команда Испании, и болельщики, которые приедут, будут тебя чувствовать очень комфортно и самое главное безопасно. Я уверен, что после посещения чемпионата мира по футболу, болельщики Испании по-другому для себя откроют и Сочи, и Краснодарский край, конечно, и Россию. Местом размещения и подготовки к чемпионату сборная Испании выбрала Краснодар. Поэтому моим долгом было приехать сюда, а также посетить Сочи, где пройдет матч. Я благодарю вас за поддержку. Мы впечатлены. Все организовано на высоком уровне. Также Вениамин Кондразиева, Игнасио и Банес обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики. Так, например, Краснодарский край готов перенимать опыт испанских коллег по переработке винограда. Отдельно на встрече затронули и размещение на Кубани ветроэлектростанций. Нужно не только зрелище, но, конечно, и экономика сегодня жителям и Испании, и, конечно, и Краснодарского края. В рамках сегодняшней геополитики, конечно, все сложнее и сложнее испанским и аграриям, и сельхозпроизводителям поставлять какую-то продукцию на территорию Российской Федерации. Поэтому сегодня нужно найти иные способы, чтобы испанская продукция, к которой отчасти привыкли жители края, все-таки не исчезла с пола, а производилась здесь, внутри Краснодарского края, на его территории. И это позволит устойчиво себя чувствовать, в том числе и испанскому бизнесу. Я знаю, что испанские инвесторы планируют рассмотреть ряд инвестпроектов, в том числе проект, связанный с ветроэнергетикой, который мы планируем сегодня реализовать в Темлюкском районе. Это может быть пилотным проектом. И если он будет успешным, то, безусловно, этот проект, как уже большой глобальный проект, будет распространен на всю территорию нашего региона. Потому что еще с подчеркнув, что ветроэнергетика – это зеленая энергетика, это чистая энергетика, которая сегодня нужна, в первую очередь, в нашем крае. Со стороны посольства Испании хочу вас заверить, что мы будем всячески способствовать реализации этих совместных проектов. Считаем, что они будут полезны для Кубани и будут способствовать развитию ветроэлектростанций в вашем крае. Как отметил, в свою очередь, вице-губернатор Василий Швец, в Европе зеленая энергетика активно развивается при среднегодовой скорости ветра 5-6 метров в секунду. На Кубани же эта цифра не меньше 8. Строительство ветропарка начнется уже в следующем году. Всего же под такие альтернативные энергостанции в крае подготовили 8 площадок. Инга Габеши от телекомпания ФКТ. Каждый метр.